Есть история хасидской про Раби Симху, которому не везло по жизни. Симха это веселая игра такая. Ему не везло в жизни, не везло фатально. Чтобы он не делал, ничего не получалось. Однажды решили хасиды, давайте он проходит через мостик один, давайте туда положим мешочек с деньгами. Он только один ходит с его двора, давайте положим туда мешочек с деньгами. Не важно, чтобы он не нашел. В этот день Раби Симка вышел утром и говорит, что каждый день я хожу по этому мосту, интересно, смогу ли я с закрытыми глазами по нему пройти. И он пошел по нему с закрытыми глазами. Именно в этот день. Иногда человек приходит и ему видится, что Раби делает то-то или делает то-то. И ему кажется, что это не настоящие Раби. Или человек ищет, чтобы увидеть. Вот Исаио недавно набирал, 33 глава, да? Человек, удаляющийся от взятки, не видящий, не смотрящий, закрывающий уши свои от крови и не смотрящий на злое. То есть из людей, которые выискивают во всем зло, во всем подвох какой-то, какую-то конспиративную теорию, какую-то… Ну, то есть везде видят зло. Какое бы добро им ни делалось, везде видится подвох, везде видится нападение. И как бы признак праведного человека, который войдет в это царство, праведность человека, который не стремится увидеть зло. Ну, как вот, скажем, дорожный инспектор, который в конце дня говорит, слава Богу, сегодня никто не нарушил правила, я никого не оштрафовал. Какой замечательный день. Дай Бог, чтобы все дни были такими. Также у нас как бы должен вести себя праведный дорожный инспектор. Обычно, и он говорит так, если так будет дело, что я буду кушать. Вот. И тот праведник, который понимает свое, как бы не кормится тем, что выискивает зло в других. Занят своим, своей нечистотой, погружен своей нечистотой. И он говорит, у меня у самого проблемы. Я сам косячный человек, человек проблемный. Это ведь нужна истоку милости к другим. Когда человек начинает изучать себя, познать свои слабости, становится милостью к другим. Продолжение следует...